Добрый день. Что там за авария была? Разорвал задвижку в сторону полоскаса в 7, заменили в 9, в черном. Так, что же, как сказали? Ну, нормально, все. Разорвал, чтобы мы потом пошли. Хорошо. Что вы нам сказали? Какие планы? Какие планы? Планы, вы пройдете, покажем вам, так и какая-то реакция. Хорошо. У нас тут есть подразникаун там, врача. Водоканал. Штатное движение, здесь где я прошла, их цель – это работа на юно-кверсию. Водоканал. Есть такой вопрос, как вот, нужно, хорошо чертят, то есть, то есть, это открыто, и сейчас, начали чертить дороги, изменяя, возникают проблемы. Это надо аккуратнее, не предупреждать, да, все уже светятся, свои руки, там есть бумочки, там, все проволнены. Ладно. Угу. Хорошо, надо координироваться, будем начать. Скажите мне по дворовкам, выравниваем ситуацию, или как была проблема, так и осталась? Ну, еще раз. Значит, смотрите, за последнее время, абсолютно, полностью, наглухо провалена история с дворовками. Бежит по дворам, бежит по всему. Я понимаю, что с южной у нас проблема, я понимаю, но у меня складывается впечатление, иногда, что, к вашим сожалению, просто, в связи с наличием этой аварийной ситуации по южной, просто, ну, гидромашина, которая, которая пробивает эти дворовки, она задействована на южной? Да, потому что она была на регионке, вышла в свободу, сейчас дворок, который мы притягиваем, там надо работать, подъезд мыешь чистить, сейчас мы заедем, чтобы не было. Ну, тогда, Александр Николаевич, отработайте, пожалуйста, все адреса, куда-то нельзя заехать. Конечно, в первую очередь, туда, самые проблемные, расчистим, чтобы удовлетворить, что доступ есть, чтобы быть армией. Все, значит, в течение дня, отработайте адреса, сейчас, люди поспят, ночью все работали, а после обеда, мы еще опять технику поднимаем, поэтому, распределим технику, и будет работать по этим адресам, чтобы мы за эту неделю, в текларовке, закрыли тему. Так, у вас вопросы к нам? Единственное, или предупреждать, или чистить, чтобы приехали наши смотрели? Да чистим все, весь город чистим, все улицы, которые есть, все чистим. Третьи сутки, по два часа, люди в сутки спят. Техника вся в работе, люди все в работе, поэтому, вы просто своим говорите, чтобы они тоже просто мониторили, смотрели, чистим везде, поэтому сказать, вам перечень улиц да чистим, ну, все улицы чистим. Поэтому, тут, вы просто говорите, где были эпизоды, что убирали вместе с люками, и будем там обращать внимание, почему так получилось. Минированский перевод 4, Матросовый 4, Катрика 15, и если вы говорите, там не поздравили. Запиши, Сергей, это все. Так, хорошо, что по МЧСу? За другой тиждень, проголоски предложили, чтобы пожарил ситуацию стабильно, то залучалась агентника на церковь, по МЧСу, по МЧСу, по МЧСу, по МЧСу, но этот участок от шашлички до метра. На первом северном порядке, а на втором северном порядке. Если можно, то есть, по дорогам разговаривают, скажем, наши, наши, наши. Это вся дылянка проблем, но долго будем сейчас перехватывать. По МЧСу, в МЧСу, по МЧСу, заезжай, пытается выехать на Каминку и на том, все заканчивается. Назад развернули, хорошо, как полиция штрафует, и не будет забывать. Есть какие-то проблемы. у нас сейчас проблема с бурульками. Есть чуткий перелик, где они есть. Я так понимаю, вы нам будете доказать. Что МЧСу скажете? если правильно организовать подъезды охранную зону. Дело в том, что у нас обычно, когда поднимаются вертикально, у нас убитые сосульки падают на оператора, на водителя. ну, очень строго. Если мы подъезжаем, поднимаем вертик, отбивают, она падает, отскапывает, и человек не получает основу. как на фронте. Обруйте такие места, чем можно. Если есть такой подъезд, мы можем это. Ну, это вы мне сейчас рассказали все так, чтобы ничего не делать. Нет. А вы мне расскажите так, чтобы делать. Значит, вместе с ЖЭКом сейчас заканчиваем совещание, вместе с ЖЭКом расписывайтесь адреса. Значит, самые высокие проблемные МЧС забирает, нас выручают, значит, а потом, да, значит, у вас вышка, у декоративных вышка, разберитесь там, по высотности, по возможности, давайте частично начинать эту проблему сегодня решать. Значит, что у нас мусорка? Контейнерные аппараты все выводим или есть случаи деятельности? Нет, практически все сегодня зачистим Воронину и все. В принципе, по городу будет Ответ неудовлетворительный. Мне нужен нормально, а не более-менее. Что это за ответ? Не, ну, майданчики все практически расчистим. Мне надо, чтобы все наши контейнеры вывозили. Если где-то какой-то один контейнерный майданчик нет, нет доступа, значит... Хорошо, доступ на свалку есть? Да, доступ на дорогу сделали от трассы до свалки. Да. Что мы рынки расчистили? Да, расчищаем проходы. Ну, техники не хватает. Техники везде не хватает. Значит, что по районам у нас? Доступы к садикам, школам, больницам? Все обеспечено? Есть, но только на четвертый, на железный. Желательно, конечно, мы просмотрели, и вчера же мне тоже, мы там дороги почистили. Там, конечно, монитор надо загнать, потому что там снега уже болтны страшны. То есть, сегодня звонили мне в район комфон, а в районе не было. Значит, сегодня повторяем ту же историю, которая была все эти дни. Вы сейчас мониторите ситуацию по городу, по своим территориям, смотрите эти дворовые проезды, смотрите дороги, подъезды к этим всем нашим социальным объектам, и туда, где-то на семнадцать, это собрание, значит, собираем штаб опять, и опять расписываем технику, кто где закреплен, и кто будет где работать. Юрий Алексеевич, вы готовите расписок техники, и вперед. Значит, особое сейчас, там, а, его нету, да, но сейчас особое разбирательство по Подильскому району, думаю, что там оно, для некоторых, закончится последним днем, сегодняшним рабочим, значит, поэтому я вас очень попрошу, я имею ввиду районы, более ответственно отнестись к тем людям, которые в ночь заступают, у нас же человеческий фактор, но все равно остается, кто-то уснул, кто-то устал, кто-то выбил, и у нас получается, что, был у нас сейчас эпизод, когда техника есть, и она немножко проста была, потому что там человек выпал, поэтому, особое внимание, понятно, что все напряжения уже эти все дни, но тем не менее, значит, что у нас по общественному транспорту, транспортное дело, что у нас перевозчики, все выехали, есть, все по плану, с 226, с автобусом, с автобусом, с автобусом. Значит, если есть идея, это замечание, по движению, то есть, я имею ввиду, затрудненное, где-то как-то, сразу на 1580, 1580, дает дежурную заявку, и мы туда, стоп электротрансом. Ну, тоже, наши маршоты, как, мы говорили, на приватной, если мы до него очень, то есть, есть, и чуть-чуть по финансам, по-моему, 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 все остальные, все наши маршоты, но, по-моему, утреннему эпизоду. Значит, смотрите по этому утреннему эпизоду, и все остальные, чтобы тоже понимали, и были в курсе, они просто проезжали мимо наших стоящих троллейбусов. Утром про объеду, делаю объезд, на фрунзе стоит 8 или 9 троллейбусов в ряд. Стоят они уже, так потом выясняется, полтора часа. То есть, мы сейчас сорвали полностью доставку людей на работы. Вот. Остановки все переполнены, народ стоит, всем ругают нас, матерят и рассказывают непонятно, что. Причина простая. ДТП. Значит, два автомобиля столкнулись, стоят эти полицейские, непонятно, чем занимаются полтора часа. Поэтому вы должны понимать, если в час пик утром, у нас 15 минут стоит наш транспорт, уже начинается ЧП. Сразу докладываете, начинаем бить колокола. Я набираю замначальника патрульной полиции, набираю начальника патрульной полиции, они знать ничего не знают. Эти полицейские стоят на суде, извините, ковыряются, непонятно, что, кого-то ждут, что-то ждут. Пожалуйста, нарисовали схему, поставили, убрали их на обочину и дальше дали движение нашему электротранспорту. Потому что мы вот сейчас утром, вы представляете, какое количество людей сейчас приехало на работу с опозданием и рассказывает, что городские власти плохо работают. Хотя в данной ситуации вины нашей нету, наша вина только косвенная, что мы сразу не отреагировали и не дали заявку на патрульную полицию. То есть при таких вот делах сразу же, сразу же сообщайте на 1580, 1580 начинает теребить патрульную полицию. Если не получается в течение 10 минут, значит сразу выходите на меня, буду дозваниваться я и решать эту проблему. Потому что ну вот сейчас получилось то, что получилось. Раньше мы работали, таких вопросов не было. Понимаете? Там нет ни жертв, когда следует, когда исходят пострадавшие. Ну, новая патрульная полиция, живем по-новому, есть замечания. Они не решают задумывать схему, потом рисуют схему, и не убирая в автомобиле садятся. Ну, значит, я понимаю, но в этой ситуации, в этой ситуации, в этой ситуации, в этой ситуации. А вот это же это мне и говорит. Я ехал, хорошо, я ехал, увидел, а почему, 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 в этой ситуации без управления садятся. Ну, вот это и есть проблема, которую надо решать намного быстрее. Значит, с одной стороны, с другой стороны, ну, патрульная полиция, что же, там есть, как бы к ним вопросы, но есть и, скажем так, благодарность. Потому что, вот эти три дня, патрульные нас выручали, дороги перекрывали, патрулировали, помогали, пробивали. Ну, есть рабочие моменты, надо их, скажем так, регулировать. что у нас по паркам декоративной культуры, справляемся, я вроде смотрю, все в порядок. Поэтому, опять же, у меня просьба, на эту ночь, значит, если там будет возможность, дополнительную технику вашу. 25 часов. На 17 тогда подъедете, мы будем разбираться. Значит, Полтава Газ появился у нас. Есть какие-то вопросы в Полтава Газу? Какая у нас ситуация по городу? Тиски стабильные, нормальные, питания пока нет, вытоки, ну, вытоки. На Балакино выток у вас, по-моему, стоит сегодня дом, не точно адрес. Я не скажу, в Балакино сегодня шоу включение, включат это все включение? Да, там у нас стоят там. Да. Эпопея у нас с маршала Бирюзова 66 закончилась, все, люди с теплом, с газом, то есть? Да, 500. Хорошо. Ну, так. Вопросы еще друг другу есть? Вопросов нет? Значит, тогда районы переходим ко мне. ЖЭК. Георгий Иванович, всем остальным спасибо.